Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Нитон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальбин, а вместе со мной в нашей телевизорской студии, как обычно, замечательные гости, мои друзья, коллеги, журналистка Илана Михаэля и политолог Александр Цинкер. Рад приветствовать вас в студии. Добрый день! Добрый день! Поговорим о вечной теме демократии. Демократия – это зло или добро? Почему вдруг я решил об этом поговорить? Замечательную, на мой взгляд, статью написал обозреватель сайта Вайнед Гершин Паруш. Статья называется «Демократический террор» и Димаш Лапида. Кому нужны выборы в партии Ешатид? Всего лишь одну цитату я приведу. Принятие решения в современном мире – непростая задача, требующая профессионализма, знаний, которые имеются не у каждого. Именно поэтому решение, принятое голосованием большинства, ни в коем случае не является гарантом того, что решение будет удачным. Кроме того, передача решения в руки большинства нарушает связь между ответственностью и полномочиями, а это прямой путь к провалу. В мировой истории можно найти множество примеров ужасных решений, принятых большинством голосов. Конец цитаты. Саша, я обращусь к тебе. На наших глазах была знаменитая история, кстати, автор статьи об этом тоже пишет. Была замечательная партия под названием Шинуй. Она себе подписала смертный приговор после того, как они устроили внутри партии Праймерис. Все, партия с 15 мандатов сдулась до нуля. Демократия работает и в обратную сторону. Ты знаешь, когда ты начал эту тему обсуждать, первое, что у меня в голову пришло, вот эта ситуация с 15 мандатами партии Шинуй. Самое интересное, в те годы я говорил с Томми Лапидом, что почему вы не открываете партию. У них тогда было тысяча членов партии, я больше членов партии туда не принималась. Он говорит, а зачем мне? Поскольку, ты знаешь, да, вот есть несколько видов партии. Есть партия структуры, партия идеи и партия лидера. Так в данном случае это была партия лидера. Как и сейчас партия его сына. Яйра Лапида, это тоже, если Лапид уходит, я думаю, Яшатит разваливается. Есть еще одна такая партия, с автор, в общем-то, этой коалиции. Это партия Наш Дом Израиль. То есть, это партия тоже одного человека. Если его нет, то и партии, по идее, тоже не будет. Саша, извини, я обязана вмешаться, но Ликут, ты не считаешь, что это тоже в каком-то смысле партия Биби Натаниал? Нет, это сейчас, он так долго был во главе, что там он, как говорится, знаешь, закон газонокосилки. Те, которые поднимались, подрезались, и там очень много просто тех, которые подпевают ему. Но если он уйдет, будут какие-то выборы, придут новые люди, и Ликут будет всегда. Помните, он как-то упал до 12 мандатов раз. Поднялись, и все нормально. Я вода упала, а сейчас она поднялась. А есть партии, которые одного человека. И тогда он мне сказал, понимаешь, мы закрытая партия, нам это не нужно. Почему? Потому что я выступаю на телевидении перед выборами. Одно мое выступление, это плюс один мандат. А ишетах, то есть вот это, активисты в городах нам не нужны. Потом они решили все же пойти на выборы, тем более у них там было много молодежи. Один из русскоязычных, Игалий Ясинов, по-моему, там был как раз 15-й он был в этом списке. Один из авторов того, что надо поднять вот эту бучу и развалить партию. Сегодня, я думаю, сын его будет умнее. Просто очень часто говорят, что раз такая большая партия. Более того, в Израиле есть, в принципе, закон, что для больших партий они должны делать праймерис у себя. Поэтому Авода и Ликут всегда делали. И он решил тоже, сколько уже можно обещать, что надо сделать выборы руководителя. Я думаю, в этот раз это будет все аккуратно. Будет комиссия, которая определит, как это будут проходить, и как выберут, и выберут, кого надо. Это тот случай, как в некоторых странах бывшего Советского Союза. Я почему-то как-то уверен. До выборов я могу сказать, кто станет у них президентом. Вот здесь я тоже как бы уверен, кто станет новым старым лидером партии Ешатит. Но, по крайней мере, как демократическая партия, он скажет, я провел то, что нужно. Это все так. Илан, хочу тебя спросить. Оттолкнусь от того, о чем говорил Саша, по одной простой причине, тоже от партии Папы Лапида. Но ведь и тогда, когда партия развалилась, на праймерис победил Папа Лапид. Он оставался во главе этой партии. Но то, что было потом, это развалило ее. Нет ли такой опасности сегодня здесь, у того же Лапида, по одной простой причине, что праймерис будут и среди членов этой партии. Или все будет под контролем. Не будет, скажем так, забыл уже, как это, кабланной колод. Сборщики голосов, подрядчики голосов. Может быть, и здесь что-то будет. И у меня всегда в этих случаях, когда проводятся подобные вещи, я, кстати, тоже сторонник того, чтобы не было праймериса, чтобы лидер партии сам определял ту команду, с которой он хочет туда пойти. с которой хочет что-то делать. Потому что у меня сравнение такое футбол. Тренер определяет, кто будет сегодня на пуле играть. Хорошо это будет или плохо, не знаю, но как получится, как говорится. Но, тем не менее... Если идти по этой теории, то тогда определяет состав партии Лапида должен на советник по политическим каким-то делам. Ну, как тренер, это все же не игрок. Он главный игрок. Он играющий тренер. А, вот как. Да. Хорошо. Я тебе на это могу ответить одно. Никакой уверенности в том, что выборы закончатся однозначно хорошо для юного Лапида, можно сказать, юного, у нас, по-моему, нет. Я скажу, почему. Вы председатели или списка? Нет, именно для него лично. То есть я со своей стороны желаю ему только победы и успехов. Но любые праймерис, они выявляют все скрытые склоки, обиды, лагеря, активистов, различные несогласия, которые в итоге всплывают наружу. Когда они всплывают наружу, они вредят имиджу, в данном случае партии. И от этого ты никуда не уйдешь. Тем более, что в отличие, например, от партии Исраиль-Байты, ну, где, скажем так, относятся с большим уважением к ювету-либерману, и даже если есть внутренние несогласия, их никогда не выносят ссор из избы, в данном случае мы не можем ожидать такого же поведения. А может, после того, те, кто не попадают в список предвыборных избирателей? Ну, это их дело. Я думаю, что, может быть, это не совсем разумно, но это уже я, я не судья. Я просто говорю о том, что может произойти ситуация, при которой эти выборы аукнутся лапиду. Может быть такое. С другой стороны, мы с вами знаем, что Уинстон Черчилль, который был признан всяческими опросами, величайшим политиком современности, говорил о том, что, да, демократический строй несовершенен, но пока не придумано ничего лучшего или более употребляемого для современного, скажем, общества. И поэтому это то, что есть. Другое дело, как вы рассматриваете вообще слово демократию? Потому что есть два вида демократии, как известно. Есть демократия абсолютная, есть демократия, которая себя защищает, на иврите Медгуненет. Израиль, например, это не абсолютная демократия. Это демократия, которая себя защищает, поэтому мы зачастую, например, пользуемся различными ограничениями для наших граждан, в том числе в критических ситуациях. У нас есть возможность нарушить свободы наших сограждан в случае критической ситуации. Наш парламент имеет на это право. Мы можем арестовать человека, если мы считаем, что его арест пойдет во благо сохранения общественного спокойствия и так далее. То есть это все с точки зрения демократии, нарушения абсолютной демократии. Но из-за линии страны абсолютной демократии. Поэтому, если мы сейчас вернемся к выборам партии Ешатит, то и там, видимо, абсолютной демократии нет. Но вопрос, нужна ли она. Нужна ли она. Мне тоже кажется, что если Ир Лапид уступит первенство в этой партии, она, конечно, потеряет большое количество голосов. Но это мое личное мнение. Ну, это у меня не разумеется. Можно я вот хотел, то, что ты говорил по поводу того, что ты вспомнил, хотя был праймерис партии Ешинуй, первое место занял Томи Лапид. Но он не захотел идти с тем списком, который после праймерис выстроился. Поэтому я говорю, Томи Лапид или в данной ситуации Яйр Лапид, они были, и это тоже, по идее, будет первым. Там вот эти все команды внутри, они его-то как бы и выберут. А вот как выстроится список, вот здесь, я думаю, по поводу относительных демократий, а если уж мы вспомнили теорию, я вообще считаю, что демократия – это не конечная точка, а процесс. Она должна развиваться все дальше и дальше. Извини, сразу возникнет вопрос, что такое управляемое демократие. Да, но это есть некоторые страны, где управляемая демократия, я помню, такой политолог Сурков, который одно время был в Кремле, очень такой, потом стал оппозиционером, вот это он придумал, вот эту теорию, там для России управляемая демократия. Поэтому я говорю, Яйр Лапид выиграет свой праймерис. А вот какой список будет потом составлен, вот здесь, мне кажется, будет уж очень условно управляемая, как говорится, ограниченная демократия, и там выберут список, мне кажется, тот, который, в общем-то, хотел бы видеть лидер. И потому что ты сама сказала, что если выстроится какой-то список другой, то по результатам выборов можно недосчитать определенное количество мандатов. А можно я, Саша, задам вопрос? Конечно. У меня напрашивается. Для тебя все можно. Ох, благодарю, наконец-то. Я дожила до этого дня. Скажи мне, друг мой, а вот ты считаешь, что вот в данном случае, вот когда партии просто навязывают внутренние выборы, хорошо ли это? Нужно ли это? А может быть и не нужно. Я тебе просто скажу, уже прошли годы, я могу сказать, на правильный мир из партии «Израэль-Балия», где я занял проходное место, я шел против воли, руководителя партии, его команды. И пришлось очень много поработать, вот найти вот эти группы, которые меня поддержали, и войти в список. Может быть, это стало одной из причин, почему он на каком-то этапе оттуда ушел. Потому что все время быть вот против, внутри партии, в контрах, все время с главой партии. Это было плохо. Но в данной ситуации, мне кажется, потом наш руководитель партии значит, очень переживал, что вот он вот разрешил, вот отпустил вот эти тормоза и разрешил какие-то признаки демократии на праймерисе в партии. Потрясающе. Как бы человек, который всегда боролся, по крайней мере, декларировал, что он борется за демократ. Ну, поэтому, наверное, ему и пришлось это сделать. Да, главный демократ. Демократизатор, еще у меня последний к вам вопрос, еще одну цитату из этой замечательной, на мой взгляд, статьи. Автор пишет, можно спорить о преимуществах и недостатках праймерис, но оставьте, пожалуйста, демократию за пределами этого спора. Она не имеет к нему никакого отношения, насколько вы готовы согласиться с этой мыслью, Илана? Я не готова согласиться. То есть, мне кажется, что из того, что я услыхала от тебя сегодня, цитаты из этой статьи, я ее не читала, честно. Мне вообще странно все это. У меня такое ощущение, что автор хочет как-то покрасоваться на тему демократии. И он измышляет какие-то новые теории, новые варианты взаимоотношений и его личного отношения к тому, что вообще такое демократия. Это очень спорный вопрос. Почему? Причем все это к Яйру Лапиду, если уже на то пошло. Давайте посмотрим шире. Мы отталкиваемся. Но, секундочку, если он отталкивается в своей статье именно от партии Ешадьев, то, значит, то, конечно, проскальзывает некий негатив по отношению к этой партии, ее лидеру, который где-то вот он сквозит. Даже в том, что ты сейчас зачитывал. Может быть, это какое-то сведение счетов. Он, кстати, и пишет, что никогда за нее не голосовал, за эту партию. Ну, тем более, ради бога. Удивительно, почему он еще не пишет, за кого он доголосовал. То есть, вообще, израильская журналистика... До выборов еще далеко он это напишет. Да, израильская журналистика вообще вещь любопытная. Потому что там, как бы, вроде и не голосовал. Ну, и понятно, раз не голосовал, что ж ты хорошего напишешь. В чем здесь демократия? Человек взял и вывернул это все как-то в другую сторону, почти наизнанку. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит или должно, или может произойти в партии Шатид. Потому что сегодня то же самое можно сказать собственно, так говоря, про любую другую партию, кроме, опять же, Исраиль Бейтенов, которые изначально есть согласие между членами этой партии, что там нет праймери, во всяком случае, на данном этапе. И, может быть, оно и к лучшему, потому что партия сохраняет какую-то свою статусность и силу. А то, что происходит в других партиях, и мы видим эти драки и эту грязь, которая льется, и члены одной и той же партии друг против друга вступают в различные сговоры. И это идет на руку и к соперникам. Да, конечно. Саш, вот как раз об их соперниках, у меня, когда я прочитал эту статью, у меня было полное ощущение, что Лапиду кто-то навязал эту мысль о проведении праймера, для того, чтобы эту партию уничтожить. подложенных в демократии. Ну, во-первых, я согласился с Иланой, которая говорит, что, слушайте, давайте вот эти праймерис, выборы, политехнологии, это отдельно, демократия, это отдельно, я тут согласен. По поводу, что же там ему навязали и не навязали. Если перед выборами прошлыми периодически говорилось и ставилось, как говорится, упрек такой был, что вы такие демократы, либералы и так далее, что же вы берете из списка команды, а если кто-то не нравится так говорить, уйти, и ему, значит, это было предложено. Так он пошел на поводу, получил. Значит, мне кажется, в конце будет сделана такая вещь, то, что я, в принципе, уже сказал. Будет праймерис лидера партии, а все остальное, как называться будет, я не знаю, но это будет просто выставление по списку. Может быть, некая комиссия, которая будет... По списку, да, там будут места... Пишут праймерис. Ну, понимаешь, опять же, я же сказал, что до выборов еще далеко. Ну, я понимаю. И на январь, насколько я помню, по-моему, было на январь, записано и предполагается проведение в праймерис лидера партии. Об этом сказано. Вот, посмотрим, кто станет лидером. Это даже не праймерис, я бы сказала, это выборы лидеров партии. Ну, выборы, да, выборы. Что праймерис, это уже список. Да, да, да. Посмотрим, кто выдвинет свою кандидатуру против. Ну, кого-то выдвинут. Всегда находятся хотя бы одного, чтобы, ну, как же, ну, за одного. Один-два, мы точно, я думаю, уже знаем. Спасибо. И поэтому давайте поживем. Но, мне кажется, Лапид уже не новичок в политике. Я думаю, он решит, как это сделать, чтобы, как говорится, не повлияло на его окончательные результаты. Я тоже был далеко не новичок. Но, тем не менее. Папа все же был не столько политик, сколько прекрасный, мне кажется, человек, журналист. Ну, вообще, я к нему очень... Очень интересная личность. Да, да, к нему хорошо относился. И у меня есть его поваренная книга в венгерской кухне. Он же прекрасно готовил. А мы с ним несколько раз ездили вместе в делегации за границей, когда можно просто вот так пообщаться. Не знаю, мне было очень приятно общаться с тобой. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор. Единственная ремарка, мне кажется, если бы выборы проходили праймерис в партии господина Ганса, то, наверное, на первом месте была бы репатрианка из Эфиопии. Но это мое личное мнение. Спасибо. Спасибо вам, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.